Сегодня у нас 633 выпуск открытой политики. Прежде чем начать обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, я напомню, что сегодня на платформе Бусти вышел наш первый премиальный ролик для тех, кто материально поддерживает наш канал регулярно по подписке на платформе Бусти. Так что милости просим смотреть наш первый премиальный ролик. Правительство Республики Башкортостан продолжает быть временным, его состав не утвержден, и сегодня был опубликован указ о структуре правительства. Это, собственно, ничего не меняет, это абсолютно рамочное мероприятие, то есть указ о структуре правительства – это всего лишь список должностей, которые будут в этом правительстве существовать, но вовсе не список персоналей. А вот с персоналиями все сложнее. Уже второй месяц Хабиров не может согласовать предлагаемые им кандидатуры в московских ведомствах, и это уже все отчетливее бросается в глаза. Неудивительно, что само оперативное совещание Хабиров начал именно с попытки объяснить этот управленческий ступор. Он на все лады объяснял, как это все не быстро, как это все сложно оказывается, а он этого не знал и как будто бы делает первый раз. В общем, выглядело все это очень неубедительно. Вы знаете, я уже говорил, что в соответствии с федеральным законодательством ряды руководителей отраслей республики должны согласовываться с отраслевыми министерствами Российской Федерации для обеспечения единого подхода в этих процессах. Минстроя, Минобразование и так далее, документы уже ушли от меня, поэтому по некоторым уже руководителям пришли согласования, по некоторым мы ждем, поэтому эта работа, когда завершится, мы, соответственно, начнем делать. Ну, вновь еще раз говорю, что тут никакого вакуума нету, вы как работаете и работаете. И, видимо, поняв, что он не убедил своих товарищей в том, что все нормально, никакого кадрового вакуума нет, Хабиров решил представить ситуацию несколько в ином роде. Окей, подумал Хабиров, если я не могу назначать министров, ну, пока не могу, то я буду назначать исполняющих обязанности министров. И немедленно назначил исполняющим обязанности вице-премьера правительства, курирующего ЖКХ, строительство и транспорт, Рустема Газизова. Ранее он был мэром Стрелитомака, еще ранее он был заместителем мэра Уфы. Ну, до Газизова эту позицию вице-премьера по ЖКХ, строительству и транспорту занимал Алан Викторович Морзаев, который сейчас оглушительно молчит в изоляторе Лефортова. Судя по всему, Хабиров уже понял, что Морзаева он увидит не скоро и не стал сохранять за ним место исполняющего обязанности, как он делал раньше. То есть, когда у него раньше арестовывали министр или вице-премьера, то Хабиров настаивал, что должность остается за ними до момента вынесения приговора. В случае с Морзаевым Хабиров поспешил заполнить позицию вице-премьера по ЖКХ и строительству вот этим самым Газизовым. Станет ли Газизов адекватной заменой Морзаеву, покажет время. Позиция эта, конечно, суперсложная. И сравнить ее сложно по трудности и ответственности с другими позициями вице-премьеров. Во всех смыслах, прямом и переносном, эта позиция очень аварийная. Но посмотрим, насколько Газизов будет справляться. Я, честно говоря, про него почти ничего не знаю. Видимо, мы будем вынуждены поинтересоваться и покопаться в его личности. Кроме назначения Газизова, Хабиров отметил, что в районах идут переназначения глав районов. И почти везде они уже осуществились. Ну, кроме, правда, 17 районов. И почти во всех районах главами районов остались предыдущие персоналии. Но не везде. Вот, например, в моем любимом Бурзианском районе администрацию возглавил экс-замглавы Ишимбайского района Рамиль Абдулин. И это, конечно, несомненно усиление так называемого Ишимбайского клана, в который входят и сам Хабиров, и Азамат Абдрахманов. Это тот самый вот заядлый матершинник, разгонявший на священной горе палаточный лагерь. В общем, этот Ишимбайский клан усиливается теперь еще и главой администрации Бурзианского района. Также Хабиров с удовлетворением отметил, что успешно пролоббировал переизбрание Айнура Бергалина на пост председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Ради Фаритович открыто заявил, что Бергалин реальный духовный лидер мусульман Башкирии. Ну, жаль, что так не считает определенная часть уммы, но Хабиров, в общем-то, все равно. Он, когда проталкивает кого-то из своих любимых на какую-то должность, в общем-то, не склонен считаться с интересами тех, кто входит в какие-то сообщества, а тем более здесь речь идет о религиозном сообществе. В общем, так или иначе, Айнур Бергалин на ближайший срок остается руководителем Духовного управления мусульман. В целом, вакуум власти в Республике Башкортостан, по моим сведениям и моим подсчетам, продлится еще как минимум три недели, а может быть и больше. Ну, а по результатам назначений мы поймем, какие позиции были особенно проблемными, где Хабирову удалось своих людей продавить, а где не удалось. Пока госпожа Прочаковская получает жирную бюджетную зарплату на Башкирском спутниковом телевидении, наш канал может рассчитывать только на помощь своих зрителей и подписчиков. Помочь нам просто и безопасно. На экране вы сейчас видите нашу сберкарту, на которой вы можете перечислить любую доступную для вас сумму. Заранее вам за это большое спасибо. Продолжение следует... Хабиров, в которых были отключены ресурсы в 260 многоквартирных домах и плановое отключение в 45 многоквартирных домах. На минувшей неделе 305 многоквартирных домов сидели некоторое время без коммунальных ресурсов. Это несколько меньше, чем недели ранее. Хабиров нехотя уточнил у Головановой, разобрались ли они с отоплением, как он выразился. Голованова также нехотя ему ответила, что да, разобрались. Что бы это ни значило. Но почему-то обоим им я не очень верю, и потому прошу наших подписчиков и зрителей написать в комментариях, если у вас есть проблемы с отоплением в вашем доме, обязательно указывая населенный пункт и адрес дома, где расположена вот эта проблема. Далее у нас была в программе исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства Минакова Любовь Викторовна, которая сообщила о резком снижении смертности на дорогах республики. За неделю произошло 45 ДТП, в которых пострадало 59 человек и погиб один единственный человек. Вот такая радость на нашей улице. На данный момент количество погибших в Башкортостане на дорогах только на 16 больше, чем погибло в прошлом году за тот же период времени. Также Минакова сообщила, что 15 тысяч детей из многодетных семей уже получили льготу на проезд в общественном транспорте. Хабиров не особенно на это отреагировал, но отдельно потребовал отчета о ситуации с Шакшинским мостом. Кратко мне доложите, по Шакшинскому мосту там опять, значит, достаточно большое количество обращений было. Что там происходит? По Шакшинскому мосту у нас закрытие произошло с 23 октября, закрыт он 24 ноября. На сегодняшний день мы получаем обращение по поводу перерыва большого, Радий Фаритович, в направлении. Смотрите, Радмилович мне докладывал, это решаемый вопрос. Нет, что там на платформе не получается людей, потому что, значит... Посередине пути... Вы провели переговоры с Органом? Да, мы проводим переговоры, написали снова письмо очередное, тогда... А что писать? Это не писать, звонить надо. Пусть Горитов занимается. Мы занимаемся, Радий Фаритович, принято. Ну, когда доложите. Просто это перестройка логистики определенной, там на первом и на третьем пути... С Дмитрием Викторовичем Новиком разговаривали об этом? Да, проговаривали. Вот мне вечером тогда доложите, ладно? Договорились, хорошо, принято. Так мы обсуждали, да? Хорошо. Принято. Тамар Штамфович, вникайте в эту историю. Судя по всему, уже и до Хабирова долетели вот эти вопли и крики о том, как невозможно теперь перемещаться в Уфе из-за того, что перекрыт на целый месяц Шакшинский мост. Он сам сказал, что слишком много каких-то, значит, плохих отзывов на эту тему. Потребовала от Минаковой отчета. Она отчиталась. Сообщилась, что закрытие Шакшинского моста предусмотрено с 23 октября по 24 ноября. Она попробовала так одобрехаться, что, дескать, по поводу того, что электричек не хватает, а люди не помещаются на перронах и там давка и, значит, смертоубийство происходит. Она написала письмо в РЖД, ну, как всякие чиновники, это самое деятельное, такое самое действенное мероприятие, написать письмо, а потом сидеть и терпеливо ждать ответа. Хабиров вспылил, прям реально вспылил и заявил, а что писать-то, звонить нужно? Минакова кисло, значит, ответила, мы занимаемся. Хабиров потребовал к вечеру доложить. Ну, очевидно, что он очень недоволен действиями Минаковой. Возможно, это в контексте того, что именно Любовь Викторовна является одним из камней преткновения у утверждения персоналей правительства. То есть ее в Москве не воспринимают всерьез как министра транспорта и дорожного строительства крупного региона. Подписавшись на наш канал, вы не только увеличите аудиторию нашего канала, но вы еще гарантированно не пропустите наши новые выпуски. А поставив лайк каналу или написав какой-нибудь комментарий, вы не только продвинете наше видео в системе Ютьюба, но и дадите обратную связь, дадите нам понимание, как вы относитесь к нашему труду. Так что все это для нас очень ценно. Далее последовал, на мой взгляд, очень любопытный доклад, исполняющего обязанности министра образования Мавлитбердина Ильдара. Он отчитывался, в общем-то, о результатах набора учащихся и студентов в среднее учебное заведение и высшее учебное заведение осенью 2024 года. Неожиданно прозвучала такая цифра. Министр сообщил, что 60% закончивших девятые классы в 2024 году ушли из школ в среднее учебное заведение. То есть количество молодых людей в Башкортостане, которые отказываются от высшего образования, неуклонно растет. И это почему-то очень радует наше руководство. 36 тысяч человек поступили в среднее учебное заведение. То есть пошли в СУЗы, там всевозможные ПТУ, училища и техникумы. При этом, ну, естественно, многим высшее образование просто не по карману. Потому что цена сейчас на высшее образование, особенно качество на высшее образование, растет каждый год, несмотря на государственную систему ограничений роста цены. Из 36 тысяч мест в средних учебных заведениях, по словам министра, 22 тысячи мест – это места бюджетные. То есть 14 тысяч человек еще и за деньги пошли учиться в среднее учебное заведение. Фабиров заявил, неожиданно тоже заявил, что, цитирую, «в Российской Федерации сейчас экономика военного времени». Вот дословно он сказал так. «Экономика военного времени, и она нуждается в людях». Помните, да, годика полтора назад людей подвергали уголовной административной ответственности за упоминание слова «война». Вот сейчас Хабиров, глава Республики Башкортостан, открыто заявляет, что в Российской Федерации сейчас действует экономика военного времени. И в связи с этим Хабиров потребовал от министра образования увеличить количество бюджетных мест на обучение рабочим специальностям, которые необходимы предприятиям военно-промышленного комплекса. Ну, Мавлетбердин попытался что-то объяснить Хабирову, что дополнительных денег на бесплатные места в средних учебных заведениях нет, не выделено Минфином. Ну, Хабиров в ответ ничего не захотел слушать, сказал, что дополнительные 500 мест, которые может как-то сделать Мавлетбердин, это не решает проблему, потребовал, чтобы количество этих бюджетных мест стало на тысячи больше, и предложил, чтобы за обучение студентов СУЗов платили те же самые предприятия военно-промышленного комплекса. Ну, то есть, интересное решение, да, то есть, в бюджете денег нет, рабочие специальности нам нужны, давайте-ка за это будут платить предприятия. Ну, не знаю, насколько получится вот это вот провернуть. Далее отчитывались о наборе в ВУЗы. Мавлетбердин заявил, что в этом году было подано 172 тысяча заявлений в высшее учебное заведение Башкортостана. Самый большой конкурс в этом году был в нефтяном университете. 17 человек на место. В итоге во все ВУЗы Республики Башкортостан было зачислено 25 600 человек. Причем из них 13 тысяч – это бюджетные места, то есть примерно половина. Еще было принято 2584 иностранных студента. Ну, вы, наверное, в Уфе заметили обилие иностранных студентов, и действительно становится все больше и больше. Они платят, естественно, в валюте, и платят они сильно больше. Это очень желанные студенты для ВУЗов, они им приносят много-много денег. Также Мавлетбердин рассказал о том, каковы были проходные баллы по результатам ЕГЭ в ВУЗах Башкирии. Самый высокий балл был проходной в медицинском университете. 75 баллов. И это самый большой проходной балл. 75 – вот уровень наших ВУЗов. В остальных ВУЗах этот проходной балл еще меньше был. То есть в Объединенном техническом университете 73 балла, а в том самом УГНТУ, где был самый большой конкурс, там было 72 балла проходной балла. Мавлетбердин заявил, что все бюджетные места в ВУЗах Республики Башкортостан на данный момент заполнены. Причем бюджетных мест более чем достаточно, но 12 600 студентов в Республике будут с этого года учиться платно. Вот такая вот раскладка. В целом Хабиров остался доволен докладом министра образования. То есть его эти цифры вполне себе удовлетворили. Исполняющая обязанности министра туризма и предпринимательства Зухра Гордиенко отчиталась о результатах летнего туристического сезона. Честно говоря, последний раз мы этот отчет слышали в исполнении господина Авзалова. Я рассчитывал на то, что мадам Гордиенко что-то хотя бы изменит и как-то немножко внесет здравый смысл в те отчеты, который нам нес вот этот самый Авзалов. Но, судя по всему, сущность, сама сущность деятельности вот этого министерства не подразумевает иных форм отчетности. И мы услышали примерно такую же чушь, что нес и господин Авзалов. Туристический поток за 4 месяца, по словам Гордиенко, это май-августы 2024 года, составил 900 тысяч единиц, как она сказала. Что такое единицы, непонятно, но я предполагаю, что это измерение количества туристов. То есть 900 тысяч туристов посетило за 4 месяца республику Башкортостан. Внутри этих 900 тысяч сидит 120 тысяч человек, которые приехали на юбилей города Уфы. Так это или не так, мы проверить никак не можем. 70% туристов в Башкортостане это жители соседних регионов. То есть это Пермь, Челябинская область, Татарстан, возможно Оренбург и так далее. Любопытно, что Зухрама Влитбаевна заявила, что средним длительностью тура в Башкортостан это где-то 4-7 дней. Вот так она сказала, что в среднем люди приезжают на такой промежуток времени. Давайте запомним эту цифру, чтобы потом к ней вернуться. Также Гордиенко почему-то отчитывается о том, что 150 тысяч человек в год посещают наши башкирские санатории, правда не понимая, какое это имеет отношение к туризму. Хабиров прервал бравурный доклад Гордиенко и напомнил о необходимости развития транспортной доступности туристических объектов. Привел пример той самой странной ситуации с Айгиром, когда в последние теплые дни лета туда ломанулся народ, а электричек не хватало, люди там давились в этих электричках и так далее. Ну, Гордиенко сказал, конечно, сейчас все решим, позвоним, наверное, а может письмо напишем в РЖД, как это делает Минакова. В общем, в целом, за два года ведомство Зухры Мавледбаевны получило, кстати говоря, 1 миллиард 800 миллионов рублей на поддержку туризма в Башкортостане. И Гордиенко, завершая свой доклад, заявила, что она твердо намерена преумножить объемы туристической отрасли. Упомянула о том, что 14 горнолыжных центров Республики Башкортостан полностью готовы к началу зимнего сезона туризма. Хабиров стречно напомнил Зухре Гордиенко о том, что 2 миллиарда выручки туристической отрасли в Республике Башкортостан, это вроде как неплохо, но надо бы увеличить эту цифру. А вот теперь вернемся к этой продолжительности пребывания в Башкирии туристов и их количеству и вот этой сумме туристической выручки. Если верить Зухре Мавледбаевне, то 900 тысяч туристов принесли 2 миллиарда рублей, и пребывали в Башкирии от 4 до 7 дней. Несложный расчет говорит о том, что каждый день турист, приезжая в Башкирию, тратил от 314 до 500 рублей. Ну, согласитесь, это какая-то чушь. Даже не турист тратит значительно больше в течение дня, то есть на проживание, питание, перемещение и так далее. То есть вот печально, что Министерство туризма наше, это какое-то совершенно бутафорское ведомство, и год за годом, неважно кто его возглавляет, мы слышим вот такой вот чушь, что это было в Залов, что это стало Гордиенко, одно и то же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok